Ребята, здравствуйте, с вами Алексей. Добро пожаловать на моё новенькое видео по игре Евротрак Симулятор 2. Друзья, продолжается наше путешествие по карте Казахстана, по территории Казахстана. В общем-то, ребят, всем опять же казахским подписчикам огромный привет. Короче, ребята, всё, добираемся мы уже, можно сказать, до нашей конечной точки. В прошлом видео я добрался до замечательного города Бейнео, и теперь мы с вами поедем в город Актау. Это, в общем-то, крайняя точка, куда я изначально вообще хотел попасть. Путешествие выдалось у нас серьёзным, я бы так это назвал, очень-очень насыщенным. И, наверное, в принципе, следующее включение у нас уже будет через какое-то время в России. Может быть, в небольшой отпуск я уйду на некоторое время, там буквально на несколько дней. И, соответственно, поедем кататься по России, может быть, на юг куда-нибудь съездим, может быть, вообще на Европу какие-то грузы выпадут. Посмотрим, ребят. Так что сегодня у нас будет, ну, скажем так, наверное, всё-таки заключительная серия. Обратный путь я уже снимать не буду, я так подумал. А что здесь, в принципе, снимать на вот этом Инди-Борском, вот эта вот дорога, которая R-103. Ну, не знаю, ребят, напишите в комментариях, хотели бы вы просто увидеть рейс по этой дороге. Я не буду, опять же, обратно записывать вот этот весь путь. Я просто, может быть, тэпнусь в Атерау, возьму какой-то груз на, не знаю, там тот же Энгельс или Саратов. И просто вот здесь вот тогда проеду. Либо на Уральск, не знаю. То есть просто перекрыть эту дорогу, одну из двух, да, неважно какую. Ну, либо, может, вы там в комментариях напишите, по какой лучше ехать, по левой, либо по правой. И, в общем-то, если вам это интересно, то там тогда зафиналимся. Но пока что можно считать, что эта серия как бы у нас будет предпоследней, давайте назовем ее так. Ехать нам сегодня, ребят, с вами 454 километра. В принципе, дорога, я думаю, у нас будет неплохой. Опять же, никаких предупреждающих знаков здесь у нас нет о том, что, возможно, эта дорога будет опасная. Так смотришь, вроде прямая. То есть, я думаю, в принципе, все у нас будет хорошо. Что мы сегодня, ребята, с вами повезем? Повезем мы сегодня с вами холодный кофе в банках. Очень интересный груз, на самом деле, ни разу такого не видел. 21 тонна у нас будет. И нам, ребята, с вами нужно будет заправиться. Не знаю, где здесь заправки. Кстати, давайте тоже по карте посмотрим. А, вот, кстати, на выезде как раз заправка будет прям по пути. Вообще хорошо. Отлично, прекрасно. Потому что солярки у нас прям по минимуму. Давайте мы ручничок. А, ну да, я уже не смогу, соответственно, все это дело перелистывать. Так, запускаемся. Отлично. Включаем сразу ближний свет фар. Подаем сигнал о том, что мы отъезжаем. Ну и поехали. Поехали, поехали, поехали. Так, здесь, в принципе, с двух сторон можно выезжать. Но я поеду, наверное, налево. Какой красивый у нас рассвет впереди. Поеду я с левой стороны, потому что в правую я просто не помещусь. Там очень мало места. Там, плюс ко всему, автосервис. И, короче, ну прям совсем-совсем там будет плохо. Так, нам главное тут Мерседес не зацепить постарше, который четверочка, косоглазая. Так, тут нам налево. Чуть-чуть подрезаем, потому что нам сразу потом надо будет уходить направо. Но тут главное не задеть и века. Не та машина, которая стояла. Так, отлично. Заправка прям по пути у нас, да? То есть здесь мы, наверное, возьмем налево. Никого нету. Еще раннее утро, 6 часов утра. Я, как всегда, с утра выезжаю. Ух ты, вот это, конечно, подстава. Просто какая-то херня там тортит посреди дороги. Да, префабы дефолтные, конечно, иногда они здесь вообще не в тему. Так, на заправочку, ребят, сейчас зайдем. Потому что я по-любому не доеду. Если уже лампочка загорелась, то это все, это забей. Надо сразу заезжать и заправляться от греха подальше. Так, вот сюда нам, как я понимаю, да, надо будет? Где тут для грузовых? В объезд, видимо, куда-то надо уходить, что ли. Так, ну, да, наверное, нам куда-то сюда, на эту колонку, надо будет, скорее всего. Давай. Здесь, походу, заправка закрыта. Сейчас мы посмотрим через вот эту замечательную вещь. А, ну да, я не на ту заправку заехал. Извиняюсь, все нормально. Сейчас мы заведемся по новой. Не туда заехал, не на ту колонку. Эти колонки закрыты. Что-то у нас на какое-то обслуживание. Так, заломимся, наверное, еще сильнее. Главное, мант тут не зацепить. За него вот так вот туда спрячемся. Нам главное его не зацепить, когда мы будем поворачивать. Уже контент сразу пошел на заправки. Странно, почему эти колонки закрыты. Можно было, в принципе, их тоже активировать. Ладно, заправимся с этой стороны. Все, заправочка пошла у нас отлично. Блин, надеюсь, когда-нибудь все-таки чехи переделывают вот эту всю историю, связанную с заправками, чтобы Enter не нажимать. Чтобы появялась просто типа менюшка, как это было там в дальнобойчиках 2, в дальнобойчиках 3, например. Просто появляется менюшка, ты там выставляешь нужное количество топлива, заправляешь его и не сидишь как дурачок. Enter не нажимаешь. Так, заправились мы с вами. Давайте поглядим, что тут у нас. 999 литров. Ну, Касарь у нас вошел. Ну, в принципе, до России, я думаю, нам вообще без проблем этого всего топлива хватит. Ну что, ребята, отправляемся. Поехали, поехали, поехали. 400 километров пути нас ждет впереди. Так, я думаю, мы сменим, наверное, наш экранчик. Просто пустой поставим. Скорость мне, в принципе, неинтересна. Поезжаем. Ну, отлично. Так, сейчас мы... Заодно маркера все погасим, супер. Да, вот на такой херне меня, блин, швурануло, когда я сюда ехал. Вроде скорость-то не особо как бы там была большая. Но вот чуть-чуть тормоза коснулся и все, и сразу жопу закинуло. Так, я думаю, сразу мы 90 поставим. И будем потихонечку идти. 21 тонна. Все нормально, все спокойно. Так, мы думаем, что в габариты сразу переключится. Предпоследний рейс мы сегодня с вами, ребята, выполним. Я так просто подумал, блин, ну что там, одна дорога как бы у нас останется. И смысл там по ней ехать, либо просто сделать уже заключительный аккорд. Я уже просто вижу то, что там дорога плохая. Как бы мы уже все здесь, наверное, плохие дороги с вами проехали. Я уже все здесь реально повидал. По всем дорогам проехался, везде поездил. Все уже видел. Наверное, меня уже будет сложно удивить. Но что-то я чувствую, что меня там что-то по-любому удивит. Спускаемся. Ну, отлично, подтормаживает сам за собой. Молодец. Есть какая-то электричка, походу. Погода хорошая здесь. Ни разу дождя еще не встречал. То есть, ну, вообще, погода прям прекраснейшая. Едешь и наслаждаешься. Ну, иногда там что-то с утра туман у меня был. В прошлом рейсе там такой небольшой. Но мне кажется, это из-за местности самой, где я вообще ехал. Потому что она какая-то весьма странная. Такое ощущение, что в облако какое-то заехал. Но так, в целом, погода здесь вообще отличная. Просто шикарнейшая погода. Природа тоже хорошая. Ну, как сказать, природа, да. Можно, наверное, все-таки охарактеризовать ее как скучная, наверное, да, однообразная. То есть, ну, что тут степь да степь кругом. То есть, ну, ничего такого здесь прям сверхъестественного нет. Но в то же время как-то немножечко переключаешься, что ли. То есть, все равно нет-нет, да, вот эти все деревья, там, березки. Вот это все-все-все вокруг надоедает. Просто хочется посмотреть вообще, что вокруг происходит. Так, что вы там, пацаны? Гранка тут 70. Да, хорошо, что я не стал их обгонять. Непонятно, зачем здесь был знак пешеходного перехода. Вообще непонятно, зачем. С какой целью он здесь был поставлен. Ну, новые машинки везут. И на марочке. Ну, отлично, все они направо ушли. А мы прямо пока в кого-нибудь там опять не упремся, сразу круиз-контроль включаем. Пусть он 90 километров заданные набирает потихонечку. Ну, и что происходит. Когда он на круизе идет. Он где-то пробуксовывает, когда на эти кочки подлетает. Как будто, ну, жопа все равно же, на мгновение какое-то она отрывается от асфальта, от прыжков вот этих всех. Мне кажется, так не должно калашматить на вот этих предупреждающих. Они просто звук должны... Ну, и вибрация должна быть, но чтобы прям машина подпрыгивала. У меня, по крайней мере, такого не было. В горку идем, по всей видимости, потому что что-то прям совсем ему плохо. Сейчас, наверное, переключаться будет на 11-е. Давай, я тебе помогу. Тут что-то ты прям совсем херово себя чувствуешь. Все, выше, выше, выше поднимаемся. Вот сколько я себя помню, сколько я еду в сторону вот этого замечательного города. Постоянно какие-то подъемы. Такое ощущение, что вроде как бы степь, да, ровная поверхность. Но куда-то вверх постоянно едем. Очень интересное ощущение. Ну да, мы поднимаемся. То есть вот ETS и ATS это единственные игры, в которых ты вообще визуально не ощущаешь того, что ты идешь в подъем. Вообще-то этого не ощущаешь. То есть, ну, просто ровная дорога и ровно. А если мы сейчас посмотрим снаружи, то мы в горку идем. То есть ты ощущаешь это только тем, что машина перестает тянуть. Она вот прям тяжелее ей становится. А визуально ты вообще не понимаешь, поднимаешься ты в горку или нет. То есть вот как-то я не знаю, с чем это связано. Вот, ну, не понимаю я это, как это работает. Так, нам до 10-ой здесь, конечно, не желательно скидывать. Тяни, 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 тяни. Последний у нас там остался, второй рывочек. Так, походу придется на 10-ку сейчас скидываться. Но я подожду еще немного. Если до 1100 не скинет, то я принудительно ему скину передачу на 10-ую. Не, я пошел набирать вроде как. Коробка здесь классная вообще на нем. Прямо подсчитывает все идеально. Но вот иногда, да, совсем-совсем-совсем долго он это все держит. Опять эти прыжки сейчас пойдут. Такое ощущение, что лежачий полицейский переезжаешь. Зачем здесь знак пешеходного перехода? Для чего? Куда тут переходить-то? Хе-хе-хе, поле. Я уже представляю, идет такой казах по полю. Надо здесь перейти дорогу. Раз и знак поставил. Либо они реально в поле знаки такие ставят. Мне вот прям это интересно. Я просто ни разу не видел такого, чтобы ну реально посреди трассы стоял просто знак пешеходного перехода. Даже без зепр, без какой-либо. Немножко мы тут превышаем. 90 как бы ограничение. Но мы... Ой, 70, а мы 90 шпарим. Стоянка такая интересная. Смотри, справа. На американский такой манер как бы сделано. Трафик пошел. Каким-то порциями они выезжают откуда-то. С какого-то поселка, наверное. И, в общем-то, прибывают постепенно. Тут тоже знак противоречащий. То есть, как бы, ну... Знак показывает то, что справа у нас правая полоса кончается и сужается. А по факту левая. Здесь налево уходим. Все, теперь мы спускаемся уже. Начинает у нас ретардер оттормаживать на коробке. Там на пятерочку, по-моему, когда превышение идет, он начинает уже вступать в действие. А тормоза вообще не трогает. То есть, вот он держит 95. И держит. Сейчас, если до 85 скинуть, он на 90 скинет. Это все настройки игры можно выставить без проблем. Да, конечно, вот тут уже я вижу, что какие-то уклоны пошли. Прямо как будто как справа кратер какой-то огромный. И мы к нему спускаемся. Ну-ка. Еще сильнее сейчас подтормозит. До 80 оставим. 85 разгоняешься, он... Сразу тебя тушить начинает. Потянет, не потянет на 12-е, интересно. Сейчас скинет на 11-е. Лучше сразу на 10-е перекидывал бы. Смотри, тянет. Фонарей. Оп, скинул. Все, надоело. Ему тяжело стало. Ну, с 21 тонны-то, конечно, блин, это... Прилипалово. Еще одна какая-то электричка местная поехала. Смотри, какая прикольная. Прям даже двухэтажная, как будто бы. Как будто по Америке где-то едешь. Вот просто по какому-то пустынному штату. Там же тоже такая история, что вот... Дороги рядышком проходят. Товарищ на автобусе немножечко это самое... Вынуждает меня тормоза использовать принудительно. 199 километров до октау. А по навигатору... 230. Половину пути мы с вами проехали. Тут уже на ноге. С диким просто перерасходом солярки сейчас прем, конечно. Какой-то поселок там у нас слева. Прямо, конечно, ну реально на Америку чем-то похоже на Иуду где-то примерно вот что-то такое. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай- Молодец какой, а О, красавчик Вытянул всю историю Так, я думаю, мы немножко здесь разгонимся Я же до 90, наверное, поставлю Потому что у нас опять затяжной подъем Нам разгон нужен Не подтормаживай Зараза такая, а Давай одиннадцатую сразу Не швыди там, давай-давай-давай-давай-давай-давай Он сразу в любой удобный момент Когда вот ему легко становится Он бах на повышение идет Интересно, что за поселок у нас тут Блин, я опять что-то пропустил Только-только знак увидел На С там что-то у нас было А, Шетп Я вас понял Так, и там налево у нас, да, трасса уходит А, кольцо, ясно Я вас понял Главное у нас Мы немножечко тут, конечно, сейчас похулиганим Все, кольцо я, короче, задействовал Все две полосы Деревушка там какая-то Может производство какое-то слева Ой, справа Слева заправочка Такой Немножко островок здесь Цивилизации в пустыне Кофешечка тут, СТОшечка Очень хорошо Так эпично смотрится Лэп В этом районе Шетп Покидаем этот замечательный поселок Если меня смотрят Из этого города Поселка Уж не знаю, как это правильно назвать Ребят, всем вам огромный привет Хоть виртуально, но тут я побывал Еще одна СТОшка А, нет, это стоянка Похоже, больше на СТОшку почему-то У нас все хорошо Останавливаться нам не надо У нас все прекрасно Ооо, что-то машина разбита Здесь вообще стоит Никто ее не забирает Видимо, второго участника ДТП увезли уже А этот один тут остался, бедолага Ну, либо тоже уехал Просто бросил тачку Так вот Мне бы тебя сейчас по-хорошему опередить Нихера себе Нормально так Ширканул Перекресток не весьма такой хороший Дорога куда-то пошла Какая-то Грунтовая Мне хватило уже этих поездок По грунтовкам Я надеюсь, что больше мне этого Выпадать счастья не будет Так, он впереди опять перекресток Поэтому особо не будем разгоняться Потихонечку пойдем Нам, в принципе, спешить-то особо некуда Ооо, отлично, освободила нам дорогу Она нам здесь прямо Так что прям вообще хорошо Так, блять Пиздец Нахуй, ебаный Блять Хорошо хоть встречки не было Тут что-то стоит Сломался Сломался Так вот Думаю Звучит-то Работа Все Работа Думаю Я надеюсь, что будет Фух, что-то я аж прям не знаю Здесь немножечко растерялся Такое тут прям Концентрация всего-всего-всего-всего Вокруг Я понимаю, мы уже где-то рядом Потому что тут уже прям такая цивилизация Пошла, короче, мы тупо по лэп едем Кстати, только что вспомнил Что мы всю дорогу едем Рядом с лэп То есть вот он как идет, он так или иначе С нами постоянно пересекается Даже если так прошлые серии посмотреть Все равно нет-нет Да мы его цепляем Так, ну я думаю, мы здесь правильно едем Весьма какое-то странное здесь разделение на две полосы Я думаю, они потом соединятся вместе Так, нам здесь налево надо Направо дорога закрыта Надо было все-таки по левой линии ехать Интересное местечко такое, конечно СТОшечка у нас справа Мне, конечно, бы Мерседес загнать На ТО А то у меня уже небольшой перепробег Получается На 50 надо было его загнать У нас уже 51,700 Пока я там до России доползу Там того, глядишь Вообще все 53, 54 будет Ремонты Констракшены Как говорят американцы Что-то такие простенькие ремонты Пролетели прям даже и не заметили То, что это ремонт Две с половиной тысячи уже машина прошла Ребята с нами в рамках роликов Ну блин, это наверное реально Самый такой автомобиль Который надолго прям у меня реально задержался Я уже понимаю то, что он немножко В роликах устарел То есть надо все-таки его менять И я, наверное, думаю Что что-то надо другое подыскивать себе В принципе, так подумать Что у нас там еще из автопарка осталось У нас остался Ну, на 105 я не хочу садиться Потому что это уже как бы старый автомобиль Сам по себе То есть, да, ничего такого прям сверхъестественного Он нам не покажет В Scania у нас осталась новая Ее только единственное мы не затестили И получается, что еще у нас осталось Мам Я думаю, можно Евро шестое будет подцепить По факту вроде бы все То есть, про Рено я пока не знаю На самом деле Может быть, Ford F-Max взять Чисто так в качестве эксперимента Чисто посмотреть, как это получится Вообще все Давай, скидывай передачу Чего ж ты тянешь-то? Опять подъем Потому что и века у нас уже была Даф у нас был Актрас у нас был Четверка Тройка тоже была Евро шестой даф у нас был То есть, ну как бы в принципе да На всем, наверное, мы уже с вами поездили Единственное, вот скамейки у нас остались Старые я не вижу смысла брать Как бы надо уже новую Более такую современную машину Все-таки брать для роликов Возможно, да, реально Ford F-Max возьмем Посмотрим, как он себя поведет Покатаемся на нем И, наверное, манчик какой-нибудь возьмем Евро шестой Так, здесь нам надо на разворот Справа что-то непонятное Аэропорт, наверное, скорее всего Полоса справа вроде как Свободная была Там легковушка шла какая-то Но далеко Я сейчас карты Южный регион Вот эти развороты ненавижу Они, блин, такие Узкие все Непонятные Резкие И нихера не видно Когда по сторонам смотришь Так, по навигации Нам осталось 22 километра Ну, как я понимаю Мы в промку заезжаем Туда, куда-то на завод Нам, скорее всего, надо будет А нахера там знак стоял Железнодорожный перевес Со шлагбаумом Если шлагбаума там нет То есть там паровозик Наоборот должен быть нарисован А не шлагбаум Странно Весьма Ну, ладно, окей Может быть, я просто Не так разглядел Смотри, светофор стоит В поле Ну, это Казахстан, пацаны Не, ну, реально, смотри Мы на какой-то прям Походу это Заводище какое-то Здесь находится Я уж не знаю, что это за завод Но, наверное, нефтяной какой-то Скорее всего Октау Добро пожаловать Всем подписчикам Огромный привет Из этого города Да, друзья У нас остается Здесь еще Индиборский Не исследованным Но что-то Мне кажется Что мы туда Все-таки Съездим Перед выброской Дорога все равно Одна Хоть как через него Ехать Выбираться Отсюда Там уже доберемся Либо до Уральска Либо до Энгельса Куда-нибудь там Выйдем И возьму Небольшой перерывчик Друзья Буквально там Может на недельку И уже с новыми силами С новыми впечатлениями Мы с вами отправимся В рейсы Там я слышал В Ленинградской области Какие-то дороги Новые Появились Можно будет Тоже съездить Посмотреть Что там Как Ну если конечно Нам туда Выпадет Судьба Съездить Да Прям по промке Такой идем Смотри-ка Здесь особо Мы нарушать Не будем 56 Пойдем Не понимаю Нахера им здесь Кофе в банках Либо они здесь Батрачат Просто сутки Напролет Что даже им Поспать Что называется Не удается Интересно Поезда тут Реализована Нет Центр Или там Просто так Типа через промку Срезали Либо здесь Весь город Такой промышленный Что ли Отлично Кран какой Сзади идет Так Нет Сюда Нам не надо Стошки Стоянки Мне не нужны Пока Вот опять же Знак Железнодорожный Переезд Со шлагбаумом А шлагбаума Как такового Тут и нет Это центр А центр Наоборот Был направо Что-то я Какой-то Невнимательный Стал Короче Мы в порт Вообще Едем Охереть Вот это Да Вот этого Я вообще Не ожидал Ха-ха-ха Здесь Конечно Пути Жестковатые Немножко Охереть Смотри Он на 8 На 4 Машины Возят Вот это Вот это Кризис Конечно У мужика Грузов Походу Вообще Нету Так Ну нам Наверное На терминал Туда Скорее всего Просто Это куда-то На экспорт Пойдет Я думаю Просто Нас Выгрузят Наверное И Там уже Пойдет Блин Я искренне Надеюсь То что Отсюда Какой-то Заказ Мы возьмем Вообще Хотя По идее Я думаю Заказы Есть Отсюда Это же Все-таки Порт В порту То по-любому Что-то Нам должны Дать Так Давайте Мы Сначала Сюда Заедем Налево Потому что Я толком Еще не знаю Куда нам Надо будет Заезжать Так Попробуем Тут Крутануться Отлично Шикардос Все Доехали Фух Ну что Ребят Вот такой У нас Получился Рейсик На самом деле Мне очень Понравилось Правда Очень понравилось Что-то Новое Каждый раз Реально Для себя Открываюсь Здесь То есть Я и даже Подумать Не мог Что здесь Будет Порт То есть То что Мы с вами Когда-то Доберемся До казахстанского Порта И какой-то Даже груз Сюда привезем Но это реально Очень здорово Ребят Пишите в комментариях Хотели бы вы Увидеть Рейс на Индиборский То есть Повторюсь Для того Чтобы туда поехать Мне просто Надо Напросто взять И Добраться Обратно До Замечательного Города Атерау Ну либо До досора Взять Груз Какой-нибудь Из этих городов И поехать Через Индиборский И уже Соответственно Скорее всего До Уральска Я так думаю Ну а потом Будет перерыв Я доеду до России Немножечко отдохну Отпуск возьму На недельку Другую И в общем-то Потом ребята С вами снова Увидимся В этой замечательной Рубрике Все ребят На этом все Спасибо вам всем Огромное за внимание Спасибо что досмотрели Это видео до конца Ну а с вами был Алексей Желаю всем хорошего настроения Всем огромной удачи Пока И еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...